Запись пошла. Всем привет. Сегодня у нас 12 октября. Тема продолжения юридических консультаций. Сегодня наша тема торговая марка. Добрый день. Всем привет. Я Сергей Орел. Практикую право по товарным знакам уже более 17 лет. И, в общем, могу рассказать о том, что нужно сделать любому владельцу бренда для того, чтобы, во-первых, стать, зарегистрироваться как членом Brand Registry на Амазоне. В последнее время очень много клиентов обращается с вопросами по поводу, с отказами от регистрации на Brand Registry из-за того, что их регистрация товарного знака, например, в UK, Brand Registry, UK, Amazon, Brand Registry, US, Amazon, Brand Registry, Европе, не соответствует требованиям Амазона. В первую очередь хочу сказать, что, естественно, Амазон частная компания, поэтому, в общем-то, у них сами создают требования, и, в общем, эти требования нужно выполнять. То есть, в принципе, с юридической точки зрения нет особых причин, почему Brand Registry, почему Амазон требует регистрацию словесных знаков, да, в словесной форме, заглавными буквами. Но, в общем-то, я думаю, мое личное мнение как адвокаты, это они делают для того, чтобы упростить систему пол-полисей, чтобы наблюдать за инфринджерами, за нарушителями прав брендов, владельцев брендов и так далее. То есть, ну и, в общем-то, в законодательстве многих стран по товарным знакам существует следующий принцип. Если у тебя есть бренд, и ты его хочешь зарегистрировать, значит, самую широкую регистрацию, самую широкую защиту ты получишь тогда, если ты зарегистрируешь этот бренд в виде заглавных букв. Причем это очень важно. Не просто, скажем, буквами, допустим, прописью или маленькими буквами, допустим, первое, допустим, товарный знак Xerox. Начинаем, пишем с большой буквы X и затем пишем Yerox с маленькими буквами. То есть, заявка на такую регистрацию дает вам, как владельцу товарного знака Xerox, вроде того же, если вы владелец, да, значит, только право на использование этого знака именно в том формате, в котором мы его написали. Если, допустим, курсивом подается изображение товарного знака, подписью, а это касается тоже самой и комбинации словесного элемента товарного знака с лого, с логотипом, да, то есть, получаем сертификат регистрации и можем, кажется, мы защищены и можем использовать этот товарный знак только именно в таком виде, в котором он был зарегистрирован. То есть, если это, скажем, ну, всем известный, допустим, телевизионный канал NBC, да, NBC, и у них, значит, хвост павлина, там, 6 или 7 цветов, и в цвете регистрирован этот товарный знак. И, в общем-то, зарегистрирован этот товарный знак именно так, в цвете и вот в таком формате букв. Значит, если кто-то, предположим, есть инфринджер, который нарушитель право начинает использовать знак NBC другим курсивом, то, в общем-то, как говорится, ну, сейчас это очень широко известный знак, поэтому у владельцев компании NBC есть различные веню для того, чтобы добиться, добиться запрета на использование, скажем, товарного знака инфринджерами, но, в общем-то, скажем, у владельцев брендов, у которых товарные знаки не такие известные, в общем-то, люди попадают в просаг, потому что регистрируют товарный знак в определенном формате, определенного вида, определенного цвета, и тогда не получают полную протекцию, не получают полный скоп и что получается тогда? Тогда, получается, конкуренты возникают, используют похожие товарные знаки, с другим немножко шрифтом, другого цвета, и начинаются проблемы тогда, начинается борьба за то, кто же является реальным владельцем, первым владельцем этого бренда. Поэтому все эти проблемы сбежали. Подается самый простой вариант, это подается заявка на бренд в виде заглавных бутов. Все. То есть эта регистрация позволяет вам после поздравления получать регистрацию заглавных бутов и использовать ваш бренд в любом сочетании, с логотипом, с рисунком, в любом свете, в любом формате, в любом шрифте и так далее. Поэтому, конечно, если у вас уже есть зарегистрированные товарные знаки, скажем, в США, в Европе, через систему европейской регистрации товарных знаков в UK, в основных рынках, когда Китай и Япония, то, в общем-то, вам есть смысл зарегистрировать товарный знак именно в формате заглавных бутов. Это вам предоставляет полный объем защиты. После этого вы можете использовать этот товарный знак на ваших товарах совершенно в любом варианте. То есть словесный вариант, он остается, естественно, такой же, но вы можете его использовать, рисовать в любом свете, в любом формате, в любом шрифте и так далее. То есть что происходит с бренд регистрием, допустим, в UK и в США? Ну, в UK и в Европе, значит, Amazon принимает зарегистрированные сертификаты регистрации словесных товарных знаков, которые зарегистрированы либо через европейский офис интеллектуальной собственности, находится в Аликанте, в Испании. Раньше он назывался офис по гармонизации внутреннего рынка. Сейчас его переименовали. Назвали его офис по интеллектуальной собственности Европейского Союза. EUIPM, точка Европа. И, в общем-то, для бренд регистрия в UK и в Европе принимаются регистрации из UK и из Европы. А также из основных экономических сил Европы, Франции, Германии, Италии, Испании. То есть, если у вас у кого-то есть зарегистрированный товарный знак во Франции, в Германии, в Италии, в Испании, в UK, кроме европейской регистрации, то Amazon это принимает. Да, значит, в США. Что происходит в США? Регистрация тоже принимается в бренд регистрии Amazon в США. Американская регистрация также принимается для того, чтобы торговать в США и стать членом бренд регистрии Amazon в Америке. Они также принимают канадскую регистрацию, мексиканскую, японскую, те же европейские, те же из Великобритании регистрации, Франции, Германии, Италии, Испании. Вот. Что еще? Еще один момент. То есть, опять же, очень важно, как говорится, понять, что проще всего с самого начала регистрировать знак в словесном формате за главными буквами. После этого, когда вы получаете свою регистрацию, вы можете, естественно, позже зарегистрировать, скажем, в США или в Европе, ваш знак с элементом слова и лого. То есть, если вы используете лого, рисунок на своих товарах, то, в общем-то, это вам дает дополнительную защиту. Но для Амазона, то есть, ваша марка в виде лого или в виде курсива, их особо не интересует, поэтому это вам не даст никакого консультата и слиться с них в бренд регистрии. Затем, опять же, ну, вкратце расскажу, наверняка многие знают, просто расскажу вкратце, как понять, не нарушаете ли вы права других владельцев брендов. То есть, у каждого заявителя, владельца бренда, есть обязательства при подаче заявки, будь то в районе беспитье, офис по патентам товарных знаков США, будь то европейский офис, то есть у вас есть обязательства убедиться в том, чтобы вы не подаете вашу заявку в виде слишком близкой к уже существующей известной заявке, как у либо зарегистрированной, да, или которая была подана, и что вы не нарушаете добровольно и намеренно, преднамеренно права других владельцев брендов. То есть для этого делается research, для этого существуют, ну, мы как специалисты делаем полный, с encompassing, полностью поиск на чистоту, по-русски называется поиск на чистоту, который нам дает возможность определить, стоит ли вам зарегистрировать ваш этот предполагаемый бренд или не стоит. То есть, опять же, берем за это, ну, берем определенные деньги, значит, кому интересно, значит, стоимость у нас подачи заявки на регистрацию, американской заявки 800 долларов США, также занимаемся подачей товарных знаков в Европе тоже, но в Европе там дороже, гораздо больше, да, там практически дороже, там один тариф европейского офиса по товарным знакам составляет, составляет 850 евро, плюс наш тариф 600 евро, то есть там получается 1450 евро за товарный знак. Вот, это что касается финансовой стороны, да, ну, естественно, это позволяет вам, эта флота позволяет вам получать вот различные бенефиты, членства в Амазоне бренд-режисторе. Также очень важный элемент, на что хочу обратить внимание людей, это использование вашего бренда, вашего знака на ваших товарах, по отношению к вашим товарам, по отношению к вашим услугам. В частности, это касается такой юрисдикции, как США, потому что США, она немножко, говорится, юрисдикция такая необычная, отличается от юрисдикции по товарным знакам из стран всего остального мира, потому что во всем остальном мире практически так. Люди, у тебя есть право на товарный знак, если ты первым подал, да, первый подал в бюро по товарным знакам на свой бренд, ты, говорится, первый вправе, да, то есть ты сам имеешь право на приоритеты, на использование этого бренда, и кто подал после тебя вторым, естественно, этого права не имеет. Но есть мелкие исключения, в том смысле, что в случае широко известных товарных знаков, даже в других странах, как в США, на Европе и так далее, практически во всех юрисдикциях, марки широко известные получают отдельную защиту, то есть там уже немножко все более сложно, любой человек, даже если он первый зарегистрировал, который не имеет намерения, предположим, использовать этот товарный знак, ну, предположим, если, допустим, я завтра пойду и зарегистрирую товарный знак в Форту где-нибудь, я не знаю, в Кампучии, положим, там, где он еще не зарегистрирован, да, зарегистрирую, через год Форд решит продавать на своей автомобиле, придет в Форд в Кампучию, а я уже там имею свою регистрацию. На основании вот этой концепции широко известных товарных знаков Форд все равно будет иметь право приоритета и отменит мою заявку о регистрацию, потому что у них широко известные знаки. Почему это все рассказывают? В США система немножко другая. В США не важно, кто там что подал, когда зарегистрировал в офис по товарным знакам, а что важно, это первая дата использования товарного знака в торговле. То есть, что важно, когда вы начали продавать свой товар или когда вы начали оказывать услуги под вашим брендом, тот человек, кто раньше начал, тот имеет приоритет. То есть, если предположим, ситуация, к примеру, одна компания разработала бренд Фламинго и продает воду во Флориде. То есть, они продают только в одном штате Флорида, иногда продают еще в соседний штат Джорджия. У них, получается, регистрации нет. Нет федеральной регистрации, а патент, вернее, товарный знак в США – это федеральная регистрация через федеральное ведомство, и оно покрывает все 50 штатов. И для того, чтобы получить эти федеральные регистрации, нужно показать, что ваши товары циркулируют в торговле, по крайней мере, между двумя штатами. Больше чего один штат должен быть. Если вы просто продаете узко в штате Нью-Йорк, скажем, свое вино, и больше никто нигде его не покупает, и больше вы не продаете, скажем, в соседнем штате Нью-Йоркси, то вы не можете получить регистрацию на товарный знак. Ну, сейчас, конечно, в эру интернета, в общем-то, очень тяжело не получить федеральную регистрацию, потому что, естественно, все продается через линии штатов, в разных штатах более чем в одном штате. Ну, вот, предположим, я начал с примера. Человек продает товарный знак, назвал его «Фламинго», продает воду, молоко, фрукты и так далее. Никогда не позаботился о том, чтобы регистрировать товарный знак в Вашингтоне, начал, налепил свое название «Фламинго» на упаковочке, на бутылке, на упаковке, там, с 1 января 95-го года, и спокойно, если где-то торгует. Нет, как я уже объяснил, нет федеральной регистрации, ничего нет. Но уже с 1 января 95-го года у него есть право приоритета, даже если он просто торгует сам афорийно. Потом, после этого, другой конкурент, значит, решил продавать, тоже производить воду, генерал. Тоже назвал ее «Фламинго», подал заявку на товарный знак в федеральное агентство, в USPTO, в 2006 году. Удачно зарегистрировал товарный знак. Никто о существовании флоридского этого маленького коммерсанта не знает, потому что регистрации у него нет. И, в общем, второй человек торгует своей водой. После этого маленький коммерсант в Флориде решил развиться, и он уже продает не только во Флориде, иногда в Джорджии, а еще продает на губерсидиале, в наших штатах. Он подает заявку на регистрацию товарного знака и указывает дату первого использования своего знака, в 1995 год, в первом порядке. У него есть право приоритета, несмотря на то, что у него нет федеральной регистрации. То есть он подает свою заявку в USPTO, эксперт изучает его заявку и говорит, а на самом деле у вас уже существуют препятствия, есть зарегистрированный товарный знак на воду на протяжении уже нескольких лет с шестого года. Начинается процесс cancelation. Человек, владеющий правом приоритета, это тот мелкий, как говорится, мерчант, который торговал, не регистрируя во Флориде, но тем не менее он продавал еще во второй штат. То есть поэтому это ему дает право федеральной регистрации. Он удачно отменяет, успешно отменяет регистрацию последующую от человека, который сдавится в 2006 году. И вот таким образом работает местное законодательство. Поэтому очень важно начать продавать ваши товары, как можно скорее, даже без регистрации. Многие люди задают вопросы, клиенты, а могу ли я продавать в Америке свои товары, на Амазоне или как-то еще, не имея регистрации товарного знака? Ну, ответ – да, конечно же, можете. То есть федеральная регистрация товарного знака, она вам дает широкие права, широкие права защиты, она вам позволяет судить, скажем, нарушителей ваших прав, идти и требовать отмены, скажем, использования или регистрации, или заявок на похожие товарные знаки, которые конфликтуют с вашими товарными знаками, различных нарушителей. Но самое главное в Америке – это не федеральная регистрация, самое главное – это дата первого использования. Чем раньше вы начали использовать свой товарный знак на ваших товарах и услугах, тем выше штанс у вас получить право приоритета. Еще один момент очень важный – это как использовать товарный знак на товарах и услугах. По отношению к товарам, например, вы продаете вы игрушки. Специально есть федеральные законы, которые говорят, что образец данного знака должен быть определенным образом изображен рядом на товаре. Либо это должно быть на упаковке, естественно, на коробочке, либо на пластиковом упаковке, либо это должен быть такой ярлык, такой, да, ярлык, такой тяг, который висит, прикреплен, допустим, к игрушке или к какому-то товару. То есть, в любом случае, это пакетжинг, это упаковка, это бутылки, это теги, которые свисают с товаров. Это нормальное использование товарного знака по отношению к товарам. То есть, фотография, изображение фотографической такого, такой упаковки или ярлыка, прикрепленного, допустим, к игрушке, это является подходящим специменом, подходящим, значит, образцом. USPTO поднялась, принимает с удовольствием. Значит, проблемы возникают при предоставлении услуг, при предоставлении образцов касательно товарных знаков, которые зарегистрированы по отношению к услуг, а не товаров. Ну вот, предположим, тогда уже там возникают немножко более, какие-нибудь, такие серьезные сложности, потому что очень важно убедить патентный офис, что на самом деле действительно вы предлагаете свои услуги. Не просто на товар налепили, как говорится, ярлык с названием вашего бренда и все. Ну, предположим, есть клиент, они занимаются ремонтом яхт, кораблей, лодок и так далее. То есть они сами не производят корабли и они их не продают. Но они ремонтируют, скажем, уже существующие лодки. То есть что происходит? У них есть веб-сайт. И на веб-сайте у них, предположим, не написано. У них просто нарисована лодка, и на лодке написано ее бренд, ABC. И подали заявку по отношению к следующим услугам. Ремонт, модернизация яхт, лодок. Значит, если просто сфотографировать, сделать снэпшот вот этого веб-сайта, он, конечно, не подойдет, потому что нигде на веб-сайте не видно, что люди предоставляют эти услуги. То есть видно, что да, висит какая-то там фотография корабля, но, опять же, если вы предоставляете, даже вот если идти назад в двух минутах использование ваших товарных знаков образцов по отношению к товарам, очень важно понимать, что часто, допустим, знак не изображен, нет упаковки, например, товара, то есть, или нет ярлыка. Значит, лучший специмент это никогда, вот в вашем случае, допустим, на Амазоне. Очень важно, чтобы на странице, естественно, была фотография этого товара, затем рядом цена и кнопка, на которую нажать в панель сейсом, положить корзину. То есть вот скриншот такого, такой странички, это является прекрасным специментом образцом, который можно подать в патентный офис в подтверждение того, что знак не используется торговля. Что касается услуг, значит, если вы говорите, что вы ремонтируете товарные, ремонтируете корабли, значит, просто фотография корабля с надписью бренда ABC вашего бренда не подойдет, нужно на веб-сайте специально указать. То есть вот те услуги, которые вы указываете в, допустим, заявке на товарный знак, значит, вы должны их указать на вашем веб-сайте, чтобы было видно, что вы ремонтируете, то есть так и написать, ремонтируем яхты, ремонтируем карты, ремонтируем лодки, мы называемся так-то, вот наша контактная информация. Вот. Ну, есть, допустим, самые различные естественные услуги люди представляют, консалтинг сервис, да, предположим, кто-то предоставляет консалтинг сервис по поводу того, как продавать на Амазоне. И человек решил зарегистрировать свой товарный знак, свой Брайан. Человек должен быть на веб-сайте, на веб-сайте должно быть прописано, что мы предоставляем, мы, компания, называется так-то и так-то, предоставляем свои услуги по, там, как продавать на Амазоне. И вот на этой же странице, где-то вблизи, должен быть ваш, ваш, ну, изображение вашего лога или изображение вашего талантного знака. То есть, очень важно, как говорится, предоставить правильные образцы, правильные специмены по артенному офису, потому что иногда бывает, клиенту звонят, то есть, в принципе, сами начали регистрировать там правильный знак, не знаю, как это сделать, подали неправильный специмен, неправильный образец, заявка отклонена, то есть, приходится преподавать заново эти специалисты и так далее. То есть, опять же, вот так запомнили, да, то есть, по отношению к товару, используем, изображаем знак на упаковке или на ярлыке, или просто на веб-сайте вместе обязательно с ценой и с кнопкой покупать здесь, опускать в корзину сюда. И по отношению к услугам, значит, услуги этому, ну, опять же, в основном это веб-сайты, с перечнем услуг на веб-сайте и с вашим именем, вашего бренда. Также нормальными образцами для подтверждения использования товарных знаков по отношению к услугам являются бизнес-карточки разного рода флайеры, брошюры и так далее. Другая, говорится, такая наглядная агитация. Ну, собственно говоря, вот все, что я хотел рассказать, такие моменты, говорится, которые постоянно возникают в практике, люди постоянно задают вопросы и хотел просто поделиться с вами. Значит, если есть вопросы, пожалуйста, я отречу. Ну, давайте посмотрим, что у нас там. Вопросики есть. В принципе, достаточно внятно я все, что узнал, как раз оно и было рассказано. Вот это именно разница между всякими моментами. нюансами. Ну, хорошо, спасибо за внимание. Я подождем еще, если кто-то будет поводить вопросы, я еще расскажу. Ну, да, самое главное, опять же, понимать, что в Америке это очень, самое главное состоится в угла использования в торговле и, как говорится, правильные образцы должны быть поданы использования, правильные изображения, фотографии, там, PDF, и так далее. в Европе по-другим инвестиции совсем немножко не так. Ну, вот, интересная инвестиция Китая, да, то есть Китай, опять же, там, на самом деле закон совершенно другой, ты не можешь даже продавать без того, чтобы, без регистрации на товарные знаки, даже свои товары продавать не можешь, да, то есть я работал в свое время, просто расскажу такой анекдот, работал в свое время в фирме, которая занималась, мы занимались регистрацией товарных знаков компании Apple, это было еще давным-давно, в 2000-м году, начиная с 2000-го года и идя вперед, и мы начали регистрировать им товарные знаки по всему миру, то есть одна фирма в США занималась регистрацией товарных знаков Apple, США исключительно, а мы занимались, поскольку у нас фирма была офис по всему миру, но это была большая фирма, и мы регистрировали им товарные знаки по всему миру, то есть когда люди присылали, ну, допустим, новый заказ на товар, так, iTunes, iPad, или, что-то такое, то есть мы, естественно, iTunes, ну, такие сидели с ракурослыми глазами, что такое iTunes, и, в общем, что такое iPad, PLD. Начали регистрировать эти все товарные знаки по многих юрисдикциях по всему миру, и потом, несколько лет спустя, пять лет спустя, напоролись на Китай, в котором, как говорится, к тому времени уже я понял, что не буду продавать. iPhone и подали заявку на iPhone, сделали ресерч предварительно на чистоту, ресерч выявил существование регистратка Китая на iPhone. То есть, причем, человек завести, это был совершенно никакой не трейдмарк, Cyber Square, никто, человек совершенно не подозревал о существовании, естественно, в то время, он завести, гораздо раньше, он завести свой товарный знак iPhone в 95-м году, просто по отношению к обычному настольному телефона, обозвал его iPhone, подключил свой телефон, это был обычный интернет-связь телефон, то есть, ты подключаешь его в интернет-связь, и звонишь мне по телефонной рейне, а через сеть интернета. И, собственно говоря, регистрация была жива, человек продавал эти телефоны настольные, и, естественно, мы нахрапом думали, что мы вот его, улица, быстренько победим, потому что у Apple, естественно, давал знак уже к тому времени, к седьмому году уже стал, и начали продавать по всему миру, знак был широкоизвестен, но не тут-то было, потому что, на самом деле, естественно, Китай не разрешал продавать iPhone без регистрации, а регистрацию мы не могли получить, потому что у этого человека была железная, железная регистрация была, человек совершенно справедливый, ее честно зарегистрировал по отношению к своему товару, который отличался от переносных телефонов мобильных Apple, и сбились до такой степени, что, естественно, проиграли, мы отказали в товарном, но нам отказали в товарном, на первую инстанцию, в товарном, в офисе по товарным знаком, затем была апелляция, дошло к ним по форме государства, все, естественно, китайское правительство подтвердило, что их коммерсант имеет право на товарный знак, в общем, в итоге Apple заплатил сумму денег этому человеку, выкрутил у него свою регистрацию китайскую, после этого это открыло дорогу на регистрации всех остальных iPhone регистраций для Apple, но, в общем, это один из всех примеров, как важно иметь, скажем, где важно использовать, а где важно иметь регистрацию, да, то есть в США даже не настолько важно иметь регистрацию, как важно использовать коммерции, а в Китае вот в США на пол. Такие истории. Так, вопросы пошли. Ускорить можно вообще процедуру регистрации? И на кого лучше регистрировать? Юрлицо или физлицо? Значит, ускорить невозможно, просто с патентами можно, если подаете закажем на регистрацию патента на изобретение или на регистрацию дизайна, да, там существует специальная процедура, платят дополнительно эти деньги, рассматривается в течение, я говорю о заявке на патент, в течение года, потому что так, в принципе, если подаешь заявку на патент, полтора года к ней никто не прикасается абсолютно, то есть пока она попадает в руки к эксперту, экзаменов в ЕСПТИО проходит полтора года, вообще может украсть их налога, подаем следующий патент на поход на усовершенствованные запретения. А в товарных знаках нет. Смотрите, ситуация такая, раньше эксперт добирался, вот подали заявку сегодня, 12 октября, то есть можно было пару лет назад еще особо не волноваться, эксперт ЕСПТИО не начинал ее рассматривать, скажем, до 4-5 месяцев после подачи. Сейчас это 3 месяца железно, и очень часто экспертам попадает в руки, они начинают его экзаменировать, рассматривать заявку, даже после 2 месяца. То есть часто бывает такое, да, но в общем-то железное правило, фалатарь правило, 3 месяца. Сегодня подали, предположим, 12 октября, вот 12 января ожидайте, что ваша заявка будет рассмотрена экспертом, и вы получите возражение, предварительное возражение, это называется офис-акшн первое, 95% всех заявок на товарные знаки в США, к сожалению, получают возражение, очень редко, которые не получают. Значит, ускорить невозможно, просто ждать 3 месяца нужно, пока не попадет ваша заявочка в руки эксперту. Насчет того, на чьё имя регистрировать, это не имеет, собственно говоря, никакого значения, можно регистрировать либо на имя вашей компании, либо на ваше имя, но в то же самое время важно понимать, что, смотрите, если вы регистрируете товарный знак на ваше имя, это может быть не совсем хорошо, в том плане, что у вас ваш бренд на веб-сайте, если, да, или, скажем так, на ваших товарах, и веб-сайт, предположим, такой же, такого же имени, как ваш бренд, и наверняка веб-сайтом владеете не вы лично физическое лицо, а владеет, например, ваша компания. Другой визит. И внизу написано, что, допустим, в дисплейнерах, что веб-сайт в этом домен владеет, а не домен, а что веб-сайт переводит с такой-то компанией. То есть, опять же, иногда потерянный офис может придраться, что владелец физическое лицо, а на самом деле товарный знак изображен на веб-сайте или на, скажем, на товаре, и подразделитель товара не лицо, не физическое, а лицо и юридическое. Поэтому нужно просто быть, как говорится, consistent и убедиться в том, что то физическое и юридическое лицо, которое продает товар, оно является владельцем товарного знака. Чтобы не было потом вопросов при изучении товарного знака рассмотрения ее спитье, чтобы не было вопросов кто на самом деле же владеет там. Потом еще есть такой интересный момент, если, предположим, некоторые люди регистрируют свои товарные знаки от своей фамилии. То есть, предположим, Иванов регистрирует себе товарный знак Иванов и продает тоже вам водку под названием Иванов. В США, ну, в других юридических тоже, в Европе существует такое правило, что, как говорится, поскольку фамилии количество ограниченное, да, и, в общем-то, одному Иванову нельзя дать монополию на производство, на использование товарного знака по этой фамилии и, таким образом, актив всех поставленных Иванов, занимаясь коммерцией. Поэтому существует несколько правил. Во-первых, первое правило, это, если, значит, имя или товарный знак представляет собой имя какого-то живущего человека, значит, от этого живущего человека нужно обязательно приложить подписанную декларацию, что я такой-то, такой-то. Допустим, если это физическое лицо само на себя подает товарный знак. Допустим, вот Иванов подал товарный знак Иванов на регистрацию и он владелец. Тогда мякип, конечно, естественно, разрешение не нужно. Если компания Иванова подает на регистрацию товарного знака Иванова по отношению к водке, допустим, тогда нужно от этого физического лица Иванова писать одобрение power of the charge доверенность и согласие о том, что я такой-то, Ивановцев разрешаю из-за этой компании, как Ивановцев, установя, использовать мой талантный знак. Ну, вот такие, кажется, моменты, которые сейчас возникают. Но, собственно говоря, опять же, не имеет значения, кто заявитель в заявке, имеет значения, кто заявитель и кто продавец. Это должно быть, наверное, тоже. Вот так. Понятно. Пока что ждем. Хорошо. Хорошо. Хорошо, спасибо за внимание, господа и дамы. До следующей недели. Так, у нас на следующей неделе не получится. Я уеду в командировку. Когда будет? Когда будет? Да. Я тогда отпишусь. Отпишусь. Потому что я... Две недели мы пропустим. И, соответственно, вот через две недели у нас будет как раз подготовим какую-нибудь новую тематику. Так что прощаемся по четвергам. У нас, соответственно, в следующем четверге лайвы не будет. В следующем четверге лайвы не будет. То есть через два четверга. Очень хорошо. Все. Прекрасно. Спасибо всем за внимание. До свидания. Пишите, если что. Да, я оставлю свой. Имя и он. Здесь вопросы по товарным знакам. Есть всякие нюансы. Пожалуйста. Всегда отвечу. Не вопрос. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Продолжение следует.